Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! У нас продолжаем прерванное на празднике путешествие по книге Тиелим. 105-й псалом мы до него добрались. Это достаточно крупный псалом, большой по объему, сорок, по-моему, четыре у него или сорок три псалма. Это один из десяти Тиелим, связанных с десятью сферот. 105-й Тиелим связан со сферой Малхут. Малхут — это царство, то есть это очень великий псалом. Он входит в Тикунг-Лали. На этот псалом есть смысл обратить внимание. Что написано? Первое, что мы встречаем в древних книгах, всегда это псалом — это сгула, когда у человека высокая температура, жар, надо прочесть псалом обязательно. Кстати, тогда вообще идеально читать 105-й, 106-й, 107-й, но 105-й он как бы здесь основной. Есть еще про этот псалом важная вещь, что это для заработка. Надо читать этот псалом и на 37-м посылке вот настроиться, где написано «И вывел их с серебром и золотом, и не было бедняка среди их колен». Вот написано, что очень важное действие. А Резаль, кстати, говорил, что это лучше всего делать еще и в молитве Шахарид, когда говоришь «Маген Давид», там царь Давид, бросаешь монеточку еще, подразумевая вот потом, что отчитаешь, и это усиливает действие сгула. Вообще написано самое, что еще, что всегда при длительной болезни, когда человек чувствует, что силы покидает, читают 105-й псалом три раза подряд, с большой ковной, это очень помогает. Ну вот примерно все. Брахава и Ацлахам.